Добрый вечер, дорогие друзья! Прежде чем я поделюсь с вами Божьим Словом, давайте мы помолимся и обратимся к Господу. Отец наш Небесный, мы приходим к Тебе во имя Иисуса Христа. Мы открываем наши сердца для Тебя и просим Твоего благословения для этого служения. Я молюсь Тебе, Господь, чтобы дух мудрости и дух откровения наполнил наши сердца, Господь, чтобы мы, Господь, могли возрастать в Твоей любви, чтобы мы могли уразуметь Твое откровение, Господь. Господи, чтобы Твое Писание открывалось для нас, Господи, дай нам духа мудрости, дай нам духа откровения к познанию Тебя, Господь. Благослови наши сердца, Отец. Я молюсь, Господь, благослови тех из нас, Господь, кто сегодня испытывает какие-то трудности, Отец, кто переживает скорби, Отец. Благослови, Отец, тех, кто нуждается в физическом исцелении, коснись Твоей исцеляющей силой, Господь. Благослови эти три сферы нашей жизни, Господь, касающиеся нашей материальной сферы, Господь, материальной жизни, касающиеся нашего здоровья, Господь, и наших взаимоотношений, Господь. Благослови, Отец, пусть вся Твоя полнота, она будет в жизни Твоих святых, Господь, Твоих верующих, Господь. Благослови нас, Отец, в этот вечер. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Еще раз добрый вечер. И мы продолжаем цикл проповедей, посвященных отдыху. И, как говорил классик, революционный Владимир Ильич Ленин, отдых – это смена деятельности. Но на самом деле я в чем-то с ним согласен, потому что иногда, когда ты даже отдыхаешь, что мы имеем в виду, когда подразумеваем это слово, слово «отдыхать». Ну, находишься, например, в отпуске, находишься в какой-нибудь теплой стране, допустим, и человек может находиться вот в таком прекрасном, удивительном месте, и в то же время не отдыхать совершенно внутренне, вот совершенно не получая никакого обновления и освежения. Почему? Потому что мыслительный процесс, который запущен в обычной жизни, вот этот поток мыслей, он никуда не исчезает, он не прекращается. И человек находится, вот тело его находится на отдыхе вроде бы, а его душа, его разум, он все еще в потоке тех проблем, потоке тех тревог, с которыми он сталкивается в обычной жизни. То есть так уж случается. Это, вы знаете, все равно, что недостаток так называемого быстрого сна. Вот, ну, наверное, вы знаете, что существует длинный сон так называемый, да, и короткий сон, да, короткие сновидения так называемые, когда именно короткие сновидения, короткий сон, он очень важен для человека, потому что именно вот в этот момент нервная система человека, она получает отдых и обновление. Именно в этот период человек, он видит множество сновидений, множество снов, хотя этот период вот этого быстрого сна, так называемого, не короткого, а быстрого сна, да, Будет правильнее сказать, этот период очень короткий, он очень небольшой, и он очень важен для восстановления организма. Но речь сегодня пойдет, конечно же, не об этом. Сегодня мы будем говорить не об этом. Как вы увидели из анонса проповеди, там такое несколько витиеватое название «Индекс счастья» и «Принцип лага». Наверное, вы зададите мне вопрос, какое это отношение к Евангелию вообще имеет. Но сегодня я вам хочу показать, что две эти вещи, они имеют некую духовную подоплеку под собой. И провести духовные параллели с этими двумя вещами. Попытаюсь вам это сегодня раскрыть во время этой проповеди. Что же такое индекс счастья? Вообще, с помощью индекса счастья составляются так называемые рейтинги счастья. То есть, каждый год Организация Объединенных Наций, она составляет рейтинг счастья по странам на основании так называемого индекса счастья. Что же такое индекс счастья и как он вообще формируется? Вообще, при составлении вот этого индекса счастья учитываются некоторые показатели жизни общества. Такие, как, например, внутренний валовый продукт, то есть это состояние экономики, да, продолжительность жизни населения, наличие гражданских свобод, чувство защищенности, уверенности в завтрашнем дне, стабильность семьи, гарантия занятости, уровень коррупции и разные другие косвенные показатели. И составляется некое среднее арифметическое, и выходит определенный индекс счастья, то есть уровень удовлетворенности той или иной нации по сравнению с другими странами. И когда я думал об этом индексе счастья, об этом рейтинге, я всегда считал, мне так всегда казалось, что, наверное, в первую десятку должны входить какие-то южные страны, то есть южане. Я когда приехал в Армению, мы с супругой были в Армении, и меня удивила одна вещь, что люди, живущие в столь благодатных, на мой взгляд, условиях, когда есть все доступные, там свежий воздух, там хорошая погода, там хорошая еда, но в большинстве своем люди как будто бы немножечко несчастливы. Вот я сталкивался с людьми, и мне казалось, что они не совсем счастливы. И это очень и очень странно мне казалось. Я думал, что южане, они должны быть счастливыми людьми. И каково же было мое удивление, что ни одна из так называемых южных стран, где хорошая погода, где такая чунга-чанга, ешь кокосы, жуй бананы, то есть где хорошо, где замечательно, где море, где пляж, где песок, где свежие фрукты все время, эти страны, так называемые южные страны, они даже не входят в первую десятку, и даже во вторую. Во второй десятке только, может быть, одна или две из них. И я думал, ну почему так? Почему так? И вот в первую десятку самых счастливых стран входили так называемые нордические страны, то есть северные страны. Первое место занимает Финляндия, дальше там идут Исландия, Норвегия, и седьмое место занимает такая страна, как Швеция. Седьмое место страна Швеция. Я думал, может быть, какие-то крупные экономики мира должны входить в первую десятку, но Соединенные Штаты, так флагман экономики, он занимает только семнадцатое место. Наша страна, кстати, Россия, занимает только семь шестое место в рейтинге счастья. Хотя у нас столько богатств, столько ресурсов, такая огромная территория, всего очень много. Я думал, может быть, Китай занимает какое-то высокое место, вторая экономика мира, но тоже Китай, он даже, по-моему, не входит в третью десятку по рейтингу счастья. Значит, как говорится, не хлебом единым будет жив человек, но есть что-то другое, есть что-то иное. Ведь если взять все эти скандинавские страны, то мы увидим, что, может быть, за исключением Норвегии, в Норвегии там есть газоносные месторождения, Норвегия качает газ, она направляет его в Европу, имеет с этого определенную прибыль, то другие страны, они не имеют каких-то больших полезных ископаемых, они не имеют какой-то огромной территории, но при этом люди, живущие там, они счастливы. И вот я бы хотел поговорить о такой стране, как Швеция, но еще раз хочу вам сказать, что мы сегодня, конечно, будем говорить на духовную тему. Это все только подоплека, так скажем, это вступление, которое очень важно для понимания того, что будет дальше. Вот возьмем такую страну, как Швеция. Швеция не всегда входила в десятку самых счастливых стран мира. По уровню суицидов она входила в одну из первых, занимала первые строчки в европейском рейтинге по уровню самоубийств когда-то. Ну, этому были определенные, наверное, причины. Люди живут в северных широтах, отсутствие солнца, там постоянная работа, загруженность и так далее, приводила вот к таким вот результатам. Да, но это естественные причины. Мы, конечно, понимаем, что основная причина – это грех человека, но вот такие вот естественные причины, которым можно было бы это объяснить. Почему же такая разительная перемена произошла в Швеции? Она занимает седьмое место в рейтинге самых счастливых стран в мире. И есть один принцип, который шведы исповедуют. Это такой признак шведскости так называемой. Этот принцип называется лагом. Это некий такой стереотип, который описывает шведскую нацию, описывает шведов и их национальный характер. И это ее даже называют лагом лэнд в Швецию. Лагом лэнд. И вот один из словарей, он определяет слово лагом как достаточно, достаточный, адекватный, оптимальный, подходящий. То есть вот лагом, он несет в себе некий такой оттенок целесообразности. И у шведов даже есть такая поговорка. Нужное количество лучше. В этом, я думаю, заложена огромная-огромная мудрость. Нужное количество лучше. И вы знаете, в Швеции, наверное, многие этому обрадовались бы, в Швеции существует, вот благодаря этому принципу, шестичасовой так называемый рабочий день. То есть да, в Швеции работают шесть часов. Вы скажете, ну как же? Это вообще с нашим менталитетом никак не вяжется. Мы готовы идти на сверхурочные какие-то работы для того, чтобы получить побольше денег. В Швеции это не поощряется. То есть ты отработал шесть часов, начальник сам отправит тебя домой. Почему это происходит? Дело в том, что они поняли, что эффективность работника, она намного лучше, когда у него есть силы, когда он не отвлекается на посторонние вещи. И когда у него еще остается время для семьи, для отдыха, для какого-то хобби, когда он идет на работу с радостью, так скажем. И, в принципе, если бы вы когда-то побывали в Швеции, вы увидите, что там очень много парков и очень-очень много людей по вечерам. Они ходят, гуляют по улице, и они достаточно свободны и счастливы. И если у нас работать сверхурочно, это чем-то хорошим считается, то есть это поощряется начальством, то в Швеции совершенно наоборот. И этому также способствует определенная система налогоблажения, которая существует в Швеции. Чем больше ты работаешь, тем больше ты получаешь, но тем большие налоги ты платишь. Тем большие налоги. И бывает, что человек, который работает 6 часов, он получает столько же после... Человек, извините, который работает большее количество времени, он после вычета налогов получает столько же денег, сколько получает человек, работавший 6 часов. Вы мне скажете, ну это знаменитая советская уравниловка, когда все уравнивается. Но дело в том, что в Швеции, в принципе, достаточно высокий уровень жизни. Вы мне снова зададите вопрос, какая связь здесь с отдыхом? Объясни мне. Я сейчас вам все объясню. Минуточку, минуточку, минуточку. Идем дальше. Так вот, я посмотрел статистику, и оказывается, 68% российского населения, ну сознательного российского населения, взрослого населения, ностальгируют по бывшему Советскому Союзу. И мне было это очень странно. Особенно странно это слышать от молодых людей, которые в Советском Союзе никогда не жили. Они информацию эту черпают только от своих родителей, может быть, от своих бабушек и дедушек. Они ничего не знают о Советском Союзе. И вы знаете, я ни в коем случае не хочу сейчас там обелять эту систему, но я хочу сказать одну вещь, которую, наверное, всем мы помним. Все в Советском Союзе, большинство людей жило примерно одинаково. Вот примерно одинаково. Что не вызывало ни у кого никакое чувство зависти. Никто особо ничем не выделялся. То есть все жили в каких-то типовых квартирах. Вы помните, наверное, иронию судьбу с легким паром, когда человек полетел в другой город, улетел в самолете и пришел на ту же самую улицу, которая была в Москве. То есть такой же типовой дом. То есть все жили примерно, примерно, примерно где-то одинаково. То есть никто никак не выделялся. И поэтому люди, они как-то были более дружные, может быть. Для них как бы соблюдался в их понимании принцип некой такой социальной справедливости. Ну, конечно, принцип социальной справедливости по-шведски мне нравится больше. Скажу вам честно, потому что шведы, в принципе, довольно состоятельные люди. Их экономика, она довольно хорошо развивается, довольно хорошую прибыль приносит. Но, вы знаете, благодаря вот этому принципу лагам, принципу достаточно, они ведут такую оптимальную, что ли, жизнь. Оптимальную жизнь. В Швеции вы никогда не увидите каких-то сверхдорогих автомобилей. И вы никогда не увидите разительной разницы, такой огромной разницы между бедными и богатыми. Так как это заметно, например, у нас. Когда вы выезжаете на дорогу, вы видите, кто-то едет на совершенно дорогом каком-то Бентли, а кто-то едет на какой-то старой иномарочке, как у меня, например. И сразу чувствуется это расслоение, чувствуется эта разница, уровень доходов между людьми. То есть, и в человеке, вот в любом человеке возникает это чувство социальной несправедливости. Что что-то несправедливо в этом мире. И вы знаете, это одна из тех проблем и тех вещей, которые волнуют каждого человека и которые не дают ему покоя. Мы хотим, чтобы была социальная справедливость на этой земле. Мы все хотели бы воплотить принципы социальной справедливости. Вот все этого хотят. У любого человека спроси. Ты хочешь, чтобы была справедливость? Конечно, хочу. Ты хочешь, чтобы существовала социальная справедливость? Конечно же, хочу. И все гуманистические системы управления, которые существуют в мире, они были направлены на одно. На то, чтобы эту справедливость принести в этот мир. То есть, ну, коммунисты, когда они пришли, они ведь пришли с хорошими лозунгами. Земля крестьянам, фабрики рабочим, да? Они, правда, потом ничего этого не исполнили. Ни землю не дали, ни фабрики. Власть советам, земля крестьянам. Вот так это звучало. Ничего они этого, конечно же, не исполнили. Просто все экспроприировали. И экспроприировали, да? Но их лозунг, их посыл был понятен каждому человеку. Они сказали, давайте мы принесем справедливость. Справедливость на эту землю. Ну, чем все это кончилось, мы с вами знаем. Это закончилось пустыми полками в магазинах. В конце 80-х годов, ну, в середине уже 80-х годов, вы знаете, что страна жила практически полностью в нищете, в тотальной бедности, да? И у них этот эксперимент не удался. Взять другую систему, капиталистическую, да, там, либертарианскую какую-нибудь систему, там тоже это расслоение общества ощущается. То есть есть сказочно богатые люди, есть очень бедные люди, да? И это всегда будоражит людей, это их волнует, это лишает их покоя. И о каком отдыхе может идти речь, если эти беспокойные мысли тревожат умы людей, если это атакует их, и кто-то пытается разрешить эту проблему путем каких-то революционных действий. То есть нужно обязательно изменить что-то, нужно обязательно привнести что-то новое. То есть вот эта проблема не дает покоя людям, и они хотят каких-то изменений. И это совершенно справедливо. Это то, что заложено в нас Богом. Мы хотим, чтобы была справедливость. Раз Бог это в нас заложил, у нас есть стремление к этому. Слава Богу за это. Но я хочу вам сказать одну вещь, что эти принципы социальной справедливости не при одном правительстве, самым совершенном, пусть даже шведском, там тоже есть свои проблемы. Вот какое бы ни было правительство, это все равно человеческое управление. Это все равно, какое бы оно ни было самое эффективное и самое лучшее, все равно есть определенные какие-то свои минусы в любой системе, построенной человеком. Так вот, на основании Священного Писания я хочу вам сказать, что вот этот принцип социальной справедливости, он будет полностью реализован, когда Христос будет править на этой земле как царь, как владыка во время миллениума, во время тысячелетнего царства. Так говорит Священное Писание. Лев будет пастись с игненком, то есть не будет войн, не будет голодающих. Он разрешит все основные проблемы, которые существуют на планете Земля сегодня и которые люди и разные организации благотворительные, социальные пытаются разрешить. Но ничего не получается, ничего не получается, ничего не выходит, потому что каждый день от голода умирает 10 тысяч детей. Вот просто 10 тысяч детей. Пока я буду проповедовать, уже добрая сотня детей умрет от голода. Это же несправедливо. Это несправедливо. Это волнует наши сердца. Волнует наши сердца. И эту проблему когда-то разрешит Иисус Христос. И до Его возвращения, до Его прихода, эта проблема не будет решена. Она не будет решена. Какие бы усилия мы к этому не прилагали. Я не говорю, что об этом не стоит беспокоиться, но об этом стоит молиться. О скором возвращении нашего Господа. Когда придет Христос и наведет порядок на этой земле. Лично я жду моего царя, жду моего Господа. Ожидаю и молюсь, чтобы Он пришел и навел свой божественный порядок. И вил свое царство во власти и силе. Здесь, на этой земле. Чтобы полнота Его радости, праведности и мира были явлены здесь. Его совершенное и мудрое правление. Вот в чем я нуждаюсь. И пока я нахожусь в церкви, это правление осуществляется здесь. В церкви. В царстве Божьем. Мы на территории царства Божьего. Слава Богу за это. И мы хотим эти принципы приносить в этот мир. Делать все, что возможно для того, чтобы влиять, осолять, освящать этот мир Божьим присутствием. Божьей славой. Божьим царством. И вы знаете, вот то, о чем я сейчас сказал, очень ярко показано в Евангелии от Луки, в 18 главе. В 7 стихе. Это как бы итог той притчи о бедной вдове, которая ходила к неправильному суде. Там Господь говорит, Бог ли не защитит избранных своих, вопиющих к нему день и ночь. В русском переводе, хотя и медлит защищать их, в других переводах нет этой сноски. То есть мы любим пострадать, нам всегда дай что-нибудь посложнее. Вот я прочитаю так, как оно есть. Бог ли не защитит избранных своих, вопиющих к нему день и ночь. Вот перед этим стихом идет целая притча, посвященная бедной вдове и неправильному суде. Бедная вдова, мы знаем эту историю. Она приходила к этому суде, чтобы он решил ее дело. Но он все время отнекивался. Это очень похоже на то, что происходит на нашей земле сегодня. Нет праведного суда. Нет праведного суда. Мы хотим справедливости. Наше сердце горит об этом, жаждет и алчит Божьей правды. Но мы видим, что этого нет. Нет. Мы видим, как добрые и хорошие люди страдают из-за того, что нет правильного правосудия. И эта бедная вдова, она тоже страдала из-за решения этого неправильного судьи. И, знаете, отличительной чертой этой женщины, ну и вообще, наверное, женщин в частности, особенно женщин, живущих в России, является настойчивость. То есть она настойчиво ходила к этому суде. Она докучала ему, она доставала его. То есть тут показан некий принцип неотступности. То есть она неотступно следовала за этим судьей. И в конце концов он сдался. Он говорит, ну она мне уже просто надоела. Вот чтобы она мне только отстала от меня, не докучала мне, я решу ее проблему. И мы иногда видим, что по неотступности, по настойчивости социально активных граждан, которые я очень уважаю таких людей. Вот очень уважаю людей с активной гражданской позиции, которые отстаивают какие-то права, которые отстаивают свои законные требования. Что-то происходит. Это не всегда легко происходит, но это происходит. Слава Богу. И вот тут Иисус делает такой вывод. Он говорит, посмотрите, если этот неправедный судья, этот неправедный судья дал ответ вот этой женщине, то неужели я, Бог, Бог ли не защитит избранных своих, вопиющих к нему день и ночь? О чем вопиющих? О справедливости. О справедливости. Вы знаете, удовлетворить эту потребность божественной справедливости, Иисус говорит, которые вопиют к нему день и ночь, это говорится о молитве. Вопиют к нему непрестанно, постоянно взывают о Божьей праведности, о Божьей справедливости. Вот какое решение этой проблемы? Как сделать так, чтобы это не то, чтобы нас не волновало, но чтобы в нашем сердце был мир, чтобы наше сердце не озлоблялось, не ожесточалось? Понимаете? Вот когда человек зачастую ищет справедливости, он проходит там через круги ада, и это может либо его сердце смягчить и сделать его святым, либо это может ожесточить его, сделать его реакционным. Это очень сложно. Это очень сложный выбор, да, бывает в жизни людей. Как же жить вот с этим? Иисус показывает, молитесь. Принцип непрестанной, постоянной молитвы. Я хочу задать вам вопрос, христиане, много ли мы с вами молимся, много ли мы с вами ходатайствуем, когда мы видим какую-то проблему, какова реакция наша на эту проблему, как мы реагируем? Я напоминаю, что мы сегодня говорим об отдыхе, об отдыхе. Какова наша реакция на эту проблему? Первая реакция, с которой часто мы сталкиваемся, мы критикуем, мы говорим, это не так, это не эдак, и это не так. Но у меня другой вопрос. Мы эту нашу реакцию можем ведь обратить в позитивное русло. Мы можем обратить это в наше ходатайство, в нашу молитву. Вот у меня улица, на которой я живу, там ужасная дорога, и я постоянно езжу по этой дороге, но она ужасная. В прошлом году там, в позапрошлом сделали там ремонт дороги, положили срезку асфальта, и уже весной, через полгода асфальт сошел вместе со снегом. И знаете, у меня буря эмоций, я сразу никакого отдыха и покоя внутри, никакого мира. А подчеркиваю, отдыхать мы можем только когда в нашем сердце мир. При этом мы можем физически быть загруженными, там делать какую-то ответственность. Но если в сердце моем мир, я отдыхаю в этот момент. Это и есть настоящий отдых, иметь мир в сердце. Это и есть плод познания Бога, иметь мир в сердце. Это то, почему душа человеческая метется. Она может иметь отдых настоящий и покой только когда успокоится в нем. В Иисусе, как говорит Блаженный Августин, в Боге. И вот у меня там плохая дорога, и я все время езжу и ворчу. Ну что ж такое? Опять деньги украли. Опять все. Наверное, доложили, что там сделали хорошую дорогу. Наверное, средства какие-то потратили. Как так может быть? Но я буду молиться за этих людей. Я буду их благословлять непрестанно и постоянно. И пусть поднимутся те люди, которые, как эта бедная вдова, будут ходить туда. Может быть, это я буду. Но я буду это делать с миром в сердце. С миром в сердце. Понимая и осознавая то, что истинную, настоящую справедливость в этот мир может принести только один. Это может быть только Христос. Только Бог. Может сделать это с нашей помощью. Итак, первое, что нас очень сильно волнует, это социальная несправедливость. Это вот это огромное разделение в мире, которое существует. И нам хочется это разделение преодолеть разными способами. И каков ответ, вот реакция Иисуса на эту ситуацию? Он говорит, Бог ли не защитит избранных своих, вопиющих к нему день и ночь? Реакция наша – это постоянная, непрестанная молитва, которую мы возносим к Богу. Итак, следующее, что возникает в результате вот этого сильного расслоения, человек считает, что ему чего-то недостает, что у него чего-то не хватает, что он в чем-то обделен. Мы живем с вами в обществе потребления. Мы живем в обществе потребления, и это общество, оно постоянно диктует нам свои какие-то правила. Ты должен иметь больше. Например, я бы очень хотел купить такой автомобиль, который бы не ломался десятилетиями. Я бы на нем ездил до конца своих дней. Но сейчас вся система автомобилестроения построена таким образом, что даже автомобили премиум-класса не ездят больше трех-четырех лет. Зачем это делается? Затем, чтобы ты продал этот автомобиль кому-то или сдал в утиль, не знаю, как правильно, и купил новый. То же самое с телефонами. Вот у меня есть iPhone 7, а уже есть 12 iPhone. И он, наверное, лучше, чем 7. Но меня вполне удовлетворяет вот этот 7 iPhone. Но наступит время, когда, так скажем, то новое программное обеспечение не будет подходить к вот этим параметрам вот этого телефона. И мне придется покупать какой-то новый. То есть компания тебя ставит в такое условие, чтобы ты не мог пользоваться какими-то вещами долгое время. Как это было, например, раньше. Вводятся какие-то там экологические нормы или еще что-то. Я говорю об автомобилях, например. То есть нет такого понятия, как двигатель-миллионник, например. То есть такого понятия уже нет. И нам это навязывается из-под вальше, что ты должен хотеть чего-то больше, чего-то большего. Что у тебя всегда чего-то не хватает. Что вот ты носишь одни брюки, они хорошие эти брюки. И ты бы их еще сто лет носил. Но вышла какая-то новая модель, и тебе нужно купить новые брюки. Вышли какие-то новые кроссовки, и тебе нужно купить новые кроссовки. Очки, если покупать, то какие-то должны быть они красивые, особенно эти очки. И обязательно современные. И вы знаете, апостол Павел, кстати, это тоже ведет нас к состоянию беспокойства и постоянной тревоги. Вот это приобретательство, приобретение. Посмотрите, самое беспокойное время на планете Земля. Это Черная Пятница, так называемая. Дни великих распродаж, когда люди превращаются, извините меня, в стадо баранов. Ну, вы, наверное, видели эти кадры, когда люди бегут за какими-то дешевыми вещами с огромной скидкой. Они готовы снести все и всех, забывают все нормы приличия, набирают все в этих корзинах. Ну, если вам интересно, посмотрите. Наберите просто Черная Пятница в поисковой строке, и вы увидите результаты этого. Вы увидите, что происходит. И апостол Павел, он дает такую рекомендацию своему сыну, духовному Тимофею, в первом послании, в шестой главе, в шестом стихе. Он говорит, великое приобретение быть благочестивым и довольным. Ибо мы, мы ничего не принесли в мир, явно, что ничего не можем и вынести из него. То есть, грубо говоря, Павел говорит, наг, я пришел в этот мир, наг, я из этого мира и уйду. Я ничего в этот мир не привнес, я из этого мира ничего не вынесу. Имея пропитание и одежду, 8 стих, будем довольны тем. Вы знаете, иметь пропитание и одежду в то время, когда жил апостол Павел, это первый век нашей эры, это было очень большим богатством на самом деле. Ну, недаром об одежде Иисуса бросали жеребий. Потому что одежда, она в древние времена, но я считаю, что первый век нашей эры, это все-таки еще такое древнее время, да, вот, одежда, она имела определенную ценность, определенную ценность. Если у тебя была одежда, ты был богатым достаточно человеком, состоятельным. А если у тебя еще была пища, пропитание на каждый день, это было здорово. А желающий обогащаться впадает в искушение и все эти во многие безрассудные вредные похоти, которые погружают людей в бедствие и пагубу. Ибо корень всех зол есть серебролюбие, которому, предавшись некоторые, уклонились от веры и сами себя подвергли многим скорбям. Когда-то я искал работу, и один мой приятель пригласил меня на один семинар. И я пришел на этот семинар, вышел такой серьезного вида человек, и первые его слова были следующими. Я очень алчный человек. Я очень алчный человек. Я, будучи христианином, у меня что-то екнуло даже внутри. Меня учили в церкви совершенно другому. Корень всех зол есть в серебролюбии. А этот говорит, я очень алчный человек, и если ты хочешь чего-то добиться в этом мире, ты должен быть таким, как я. Ты должен хотеть, хотеть, я, мне, мое. То есть, I'm Me, Mike, вот знаменитая песня Битлз, то есть, гимн эгоиста, да? Ты должен хотеть, постоянно хотеть, ты должен постоянно желать. И мне иногда очень сложно объяснить моим неверующим друзьям, они говорят, ты что, вот не хочешь чего-то большего, ну, там, ты не желаешь как-то вот, ну, обогащаться, что ли? Знаете, иногда, как говорила Алла Борисовна Пугачева, когда человек богатеть, с ним надо знакомиться заново, да? И у меня есть такой друг, с которым мы выросли вместе. В советской школе мы вместе учились, сидели практически за одной партой, жили совершенно рядом, вместе проводили время. Ну, были парни как парни. И потом он стал богатым, этот человек, этот мой друг. И это был уже не мой друг, это был уже совершенно другой человек. Тот самый алчный человек. И между нами пролегала как будто великая некая пропасть. Мы сидели, я уже как-то в проповеди это рассказывал, и жалели друг друга. Он меня жалел, потому что я живу вот, не могу позволить себе джинсы ниже Бриони, да? Да, простите, не могу себе позволить джинсы такие, как Бриони, которые он носит, да? А я его жалел, что он без Христа, что он не рожден от Бога, что не живет он с Богом, хотя он так не думал. Хотя он так не думал. Вот, он думал, что и Бога он тоже уже подкупил. И вот этот человек вышел и сказал, я алчен. И я тогда понял, я в этой компании никогда, я не приживусь в этой компании. Один мой друг написал песню, и там слова такие есть. Здесь на земле я чужой. И у меня такое вот ощущение, что я здесь на земле чужой. Но не чужой из знаменитого фильма, да? Не в этом смысле. Но я как будто бы не могу вписаться в парадигму этого мира. Вот в эту постоянные крысиные бега. Я не могу в это вписаться. И это вызывает массу тревог у людей, массу беспокойства. Ну, а как же? Как потопаешь, так и полопаешь. То есть я не против трудолюбия, друзья. Я не против этого. На самом деле, я вам хочу сказать, что люди, которые, например, служат в церкви, это очень трудолюбивые люди, которые совершают очень много труда. То есть они совершают много работы. Но плод нашей работы – это спасенные души. Это люди, которых мы можем взять в Царство Небесное. Мы никогда не думаем о том, что благочестие, оно служит для прибытка, как говорит апостол Павел. Да, мы знаем такие примеры, когда люди делают благочестие, служение Богу прибытком неким. То есть как некое такое «профессиональное» христианство, которое приносит тебе доходы какие-то. Нет. Вот за что я благодарен Богу, что у нас в коллективе, по крайней мере в нашей церкви, да и в других я тоже знаю, здесь живут такие альтруисты, энтузиасты, которые это, как говорится, не ради денег, а державы для. Ради нашей небесной державы трудятся. И вы знаете, в этом смысле я вижу, как сегодня переориентируется молодое поколение. Молодое поколение, потому что они, зачастую, видя вот эти стандарты, которые есть в этом мире, им очень сложно служить Богу, потому что благочестие не служит для прибытка. Оно не приносит прибытка. Оно приносит тебе пропитание и одежду. И более того, ты должен быть в этом доволен. Приобрести это довольство. Приобрести эту радость от Господа. И я вижу, что есть такая часть молодежи, которая не может. Они имеют способности, желания. Но вот как тот богатый юноша, когда Христос ему говорит, иди, продай все, что у тебя есть, и тогда следуй за мной. Они как будто не могут продать то, что у них есть и следовать за Христом. И, с одной стороны, я их понимаю, потому что тогда, когда мы начинали, мы были, ну, как говорит Давид, я же беден и нищ. Мы не имели ничего такого, знаете, у нас не было никаких богатств, абсолютно. Мы были воспитаны в советское время, в советской системе, где нам там, нас учили, что нужно делиться, что нужно быть несребролюбивым и так далее. Сейчас молодежи гораздо сложнее в этом отношении. Но в то же время я вижу других молодых людей, которые, в отличие от богатого юноши, они готовы все положить на алтарь служения Господу. И именно о таких людях, о таких молодых людях я молюсь, именно о таких людях, молодых будущих проповедниках, евангелистах, пророков, учителей, пасторов, именно это поколение, оно должно подняться. Именно такие люди, с таким сердцем служителя. Это такое лирическое отступление, да, так скажем, крик моего сердца. Ведь Тимофей был молодым человеком, и те же самые проблемы, которые, те же самые мысли, которые атаковывают сегодня молодых людей, они атаковали и Тимофея также. Павел его предупредил. Имея пропитание одежду, будем этим довольны. И сам апостол Павел, вы знаете, когда он описывает признаки своего апостольства во втором послании к Коринфянам, он говорил, я был часто в нуждах, часто в посте, в нужде он был. Понимаете, святой апостол Павел, написавший большую часть Нового Завета, он был часто в нужде. И понять это современному человеку крайне-крайне-крайне сложно. Крайне сложно. Потому что вот это состояние постоянного недовольства, мне надо то, мне надо больше, мне надо вот это, мне надо вот это, и мне надо вот это, тогда я буду счастливым. И поверьте, никогда человек не будет счастлив от какого-то, ну, приобретательства, да, то есть вот он приобрел что-то, ему вроде полегче стало, но потом снова нужно приобретать. Есть целая терапия такая, психотерапия, то есть когда людей лечат в магазинах, когда они ходят и покупают какие-то предметы и товары. Но это не приносит настоящего счастья. Счастье и мир с Богом приносит только Христос. Вера в Бога, знание Бога, познание Бога. И вот эти вот две вещи, о которых мы сегодня говорили, да, это то, что беспокоит и тревожит человека, и то, из-за чего он не может находиться в состоянии покоя, а значит отдыха. Первое, это поиск вот этой социальной справедливости, да, справедливости, в принципе. И второе, это когда человеку кажется, что у него что-то, чего-то недостаёт, чего-то недостаточно. Хотя, если проанализировать нашу жизнь, мы с вами нормально живём, всё у нас хорошо. Вы мне скажете, да, смотря с чем сравнивать, имея пропитание и одежду, будем этим довольны. Самое главное сокровище, которое я нашёл в своей жизни, это Христос. И я не готов это сокровище разменивать на что-то другое, на что-то иное. Надеюсь, вы тоже. Поэтому, если эти вещи вызывают в вас тревогу и беспокойство, вот эти две вещи, о которых мы поговорили сегодня, я помолюсь. Я не знаю, что изменится, но всё зависит от нашего решения. Выход номер один, о котором я говорил, это молитва. Это молитва, это постоянная непрестанная молитва. Выход номер два, когда нам кажется, нам что-то недостаёт, да, это благодарность. Быть благодарным Богу за всё. Благодарить Господа за всё. За нынешнее состояние, за нынешнее положение. Быть благодарным Господу. При этом я хочу уточнить, что я не проповедую нищету, я не проповедую бедность. Вы знаете, я не об этом хочу сказать. Я только рад, если Бог благословляет своих детей, если Бог даёт им что-то, ну, больше, чем они могут помыслить или о чём они могут просить. Дай Бог, чтобы так было. Бог – это благой Бог. Он щедрый Бог. Он наш Отец. Я в это верю всем своим сердцем. Но вы знаете, корень всех зол всё-таки есть сребролюбие. Давайте помолимся сейчас. Помолимся сейчас. И будем просить, чтобы Божий мир наполнил наши сердца. Если это тревожит вас, волнует вас, пусть Бог вас благословит. Отец Небесный, Господь Бог Всемогущий, мы приходим к Тебе во имя Иисуса Христа. И я сегодня говорил об отдыхе. Может быть, напрямую это не имеет никакого отношения, как казалось бы, к отдыху, потому что отдых – это что-то, может быть, наш отпуск, это суббота покоя. Но зачастую, Господь, мы не можем войти в этот покой, когда какие-то вещи, они раздражают наше сердце. И мы говорили об этих вещах сегодня. Это чувство неудовлетворённой справедливости и то чувство, когда нам кажется, что у нас чего-то недостаёт, чего-то нет, чего-то не хватает. И я молюсь Тебе за тех из нас, Господь, кто переживает подобные вещи. Пошли Твой мир, Господь. Пошли Твой мир. Покажи, что Тебя достаточно. Тебя достаточно, даже если бы ничего не было в нашей жизни. Дай нам это, Господь, ощущение, как у апостола Павла, когда он говорил, «Я ради Христа всё почёл четую. Ради познания Его я всё почитаю за ссор. Господь, когда мы даже, то, что для нас является преимуществом, там, образование, ещё что-то, Господь, какая-то позиция, мы всё это почитаем за ссор ради познания Тебя. Пусть это принесёт Твой мир в наши сердца, Господь. Не дай нам быть втянутыми в эти крысиные бега, Господь, в эту гонку, в этот Вавилон, Господь, в котором находится весь этот мир, Господь. Пошли Твой покой, пошли Твой мир в сердца Твоих детей, Господь. Иви Твою благость, Отец, иви Твою милость, Отец, во имя Иисуса Христа. Драгоценный Бог, покажи, что не тщетно служение Тебе, Господь, не тщетно служение Тебе, Отец. Слава Тебе, славим Тебя, превозносим Тебя, возвеличиваем Тебя. Да придёт Твое утешение, Твой покой и Твой отдых в нашу жизнь. Во имя Иисуса Христа. Аминь. И, друзья, хотелось бы также поблагодарить Вас от всего сердца за те щедрые дары, которые Вы приносите. Как уже говорилось неоднократно, во время пандемии во многих церквях сильно просели пожертвования. Но мы не можем того же самого сказать о нашей церкви благодаря Вам, благодаря Вашим пожертвованиям, благодаря Вашим жертвам по силам и иногда, наверное, сверх сил. Спасибо Вам огромное. И пусть Бог Вас обильно-обильно благословит за Ваши щедрые даяния. И я хочу представить Вашему вниманию ролик о способах пожертвования. Бог да благословит Вас. С миром Божьим. Дорогие друзья, мы благодарны каждому, кто поддерживает нас финансово. Если бы недавно присоединились к нашему служению, то совершить пожертвования возможно всеми доступными способами, которые Вы видите на экране. Вы можете перейти на наш сайт New Life в раздел «Поддержать нас». Также при помощи QR-кода в этом же разделе. В сервисе Сбербанк Онлайн в разделе «Услуг набрать церковь. Новая жизнь города Екатеринбурга» ввести сумму и назначение платежа, пожертвования на осуществление уставной деятельности. Любым другим безналичным способом по реквизитам на сайте церкви. Остались вопросы? Мы с радостью ответим на них по телефону 8-912-22-333-02. Когда Вы жертвуете, Вы участвуете в деле распространения Евангелия. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова